Приветствую всех любителей спорта! В эфире передача старта и финиша и в ближайшие несколько минут о спортивных событиях нашего региона и не только. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С другой стороны выполнена одна из задач. Гомельская область сохранила второе место в республиканском рейтинге по количеству наград на официальных международных соревнованиях. Выше располагается только Минск. С прошлым годом это меньше. В прошлом году у нас было 155 медалей. Ну, это и понятно, потому что в прошлом году шла активная подготовка к Олимпиаде. Мы старались как можно больше спортсменов вывести на международные этапы и чемпионаты для того, чтобы зачет был более высокий. И мы активно участвовали в рейтинговых соревнованиях. Поэтому по количеству прошлого года, если с прошлым годом сравнивать, то в этом году меньше. У нас 108 медалей, в прошлом было 155. Но если брать, скажем так, год нормальный, то есть как 2014-й, 101 медаль была у нас. То есть, в принципе, мы продолжаем находиться на том же уровне. Незавненно главным стартом этого года стали летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Гомельские спортсмены вернулись из Бразилии с тремя медалями – серебром и двумя бронзами. Спортсменов, а также тех, кто напрямую приложил руку к Олимпийским наградам, чествовал руководитель Гомельской области Владимир Дворник. Первую медаль в копилку Гомельской области в Рио положил представитель греко-римской борьбы Джавид Гамзатов. Он выиграл бронзу в весовой категории до 85 килограммов. На пути к полуфиналу Олимпиады он сперва победил китайца Пенфея, затем не оставил шансов представителю Австрии Амеру Хрустановичу. А вот в борьбе за выход в главный финал Гамзатов не сумел одолеть украинца Жанна Белинюка. В схватке за бронзу наш борец победил болгарина Николая Байракова. Да, это первое участие на Олимпийских играх. Я бы оценил ее положительно, но можно было и лучше, я думаю. Понравилось то, что выиграл медаль. Мне понравилось то, что это не золото. Приумножило достижение гомельской борьбы на главных играх четырехлетия Мария Мамашук. Кстати, Марию по итогам опроса газеты «Спортивная панорама» назвали лучшей спортсменкой Беларуси. Олимпийская медаль Мамашук шла уверенными шагами. В марте в Риге выиграла чемпионат Европы. В апреле в Сербии без проблем отобралась на Олимпиаду. Без поражений шла воспитанница серебряного призера Барселонской Олимпиады 1992 года Сергея Смалия на Олимпийском турнире. Под напором белоруски не устояли Екатерина Ларионова из Казахстана, шведка Катрин Йоханссон и Елена Пирожкова из США. В финале Марию ждала японка Рисака Кавайи. И эта соперница оказалась белорусской не по зубам. В итоге серебро. По-любому результат великолепный, я считаю. Но, конечно, для меня это было, наверное, может в ту минуту, в той ситуации, как обидно, досадно, что реально могло быть все лучше. Для меня, наверное, то же самое. Сейчас уже где-то я смирилась, может быть, с прогрошем, но с таким финалом, но до сих пор еще не могу смириться. Потому что не показала того, чего могу. Может, на тот момент это было все, но сейчас я думаю, что можно было и больше. Конечно, я рада очень, но как есть. Без преувеличения с золотым отливом получилась бронза у байдарочниц. Мужскую команду отстранили буквально накануне Олимпиады. И в Бразилию наши девушки отправились практически в одиночку. Не было рядом и тренера Геннадия Галицкого. Несмотря на все это, попадание в призы было задачей минимум. С каждой гонкой белорусские приближались к награде. Сначала Надежда Лепешко и Марина Литвинчук финишировали шестыми в двойке. Затем Литвинчук остановилась в шаге от пьедестала в одиночке. Судьбу бронзовой награды решил фотофиниш. Марина стала четвертой. Зато в четверке на 500-метровой дистанции все получилось. В финал Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Надежда Лепешко и Маргарита Махнева пробились с первой попытки. Конкуренция в решающем заезде была серьезной. Золото за собой оставили признанные фаворитки венгерки. Экипаж из Германии финишировал вторым. А вот бронза досталась спортсменкам из Гомельской области. Всегда хочется лучшего, но в связи с обстоятельствами, которые сложились в нашей команде, что мы были без тренера, без поддержки, можно так сказать. Я считаю, что мы сделали по максимуму и очень рады. Ну, будем готовиться к Токио, посмотрим. Я доволен тем, что мы создали необходимый запас прочности, что даже в этих сложнейших условиях, которые девчонки были там в Рио-де-Жанейро, они сумели достичь своей главной цели. То есть завоевание олимпийской медали. Сейчас мы понимаем, что медаль на Олимпиаде – это медаль на Олимпиаде. Какого достоинства она? Главное, что это медаль. Из Лондона в 2012 году гомельские спортсмены привезли две медали – бронзу и серебро. Не все добыто в гребле на байдарках Эканоэ. На Олимпиаде в Рио медали уже три. Больше и видов спорта. К гребле добавились вольная и греко-римская борьба. Всего же в Бразилии белорусы завоевали девять наград. Почин олимпийцев поддержали и пара олимпийцы. В числе чемпионов 15-й пара олимпиады гомельчанин Владимир Изотов. Белорус завоевал золото с новым рекордом игр в плавании на 100 метров брасом в категории СБ-12. Это не первая пара олимпийская награда в копилке спортсмена. В Пекине Владимир Изотов завоевал бронзу, в Лондоне – серебро. Однако не только олимпиадой жил гомельский регион в уходящем году. Немало достижений у наших спортсменов и на других международных стартах. Все перечислить просто не хватит эфирного времени. Под конец года порадовали представительницы женского бокса. В этом виде наш регион признанный лидер в стране. И вот гомельские боксаны громко заявили о себе и на международной арене. Впервые белорусские поднялись на пьедестал чемпионата Европы. Юлия Апанасович и Виктория Кебикова завоевали бронзовые награды. Нельзя обойти вниманием и игровые виды спорта. Написана новая яркая страница в истории гомельского гандбола. Женская команда гандбольного клуба «Гомель» впервые стала чемпионом страны. В финальной серии сезона 2015-2016 гомельчанки одарили своего главного соперника последних лет – БНТУ «БелАЗ». Отметим, что представительницы столичного региона никому не уступали золото чемпионата, начиная с 2009 года. Вообще, минувший сезон для женской команды гандбольного клуба «Гомель» получился сверхудачным. Подопечные Тома Жачата рассобрали полный букет трофеев. Сперва они выиграли Балтийскую лигу, после была победа в Кубке страны и, как итог, победа в чемпионате. Мужская команда гандбольного клуба «Гомель» также не осталась без наград чемпионата. Гомельчане завоевали бронзу. Футбольный клуб «Гомель», по итогам сезона 2015 года отправившийся на понижение в классе, надолго в первой лиге не задержался. Ведомые Владимиром Журавелем «Зелено-белой» в сезоне 2016 года довольно уверенно выполнили главную задачу и обеспечили себе возвращение в сильнейший дивизион белорусского чемпионата. Приятным бонусом стала и победа в первой лиге. В вышке к победам молодую гомельскую гвардию поведет новый главный тренер Вячеслав Герасченко, а специалист не так давно подписал годичный контракт с клубом. Вот таким выдался уходящий спортивный год. Есть уверенность, что в грядущем гомельские спортсмены дадут не меньше поводов порадоваться. А мы будем рассказывать об их успехах в нашей программе. Сегодня представители Гомельской области в экстралегии хоккейного чемпионата Беларуси проведут последние матчи перед новогодней паузой. Гомель дома принимает «Динамо» молодечно. Жлобинский «Металлург» в Солигорске играет с «Шахтером». Матчи начнутся в 19 часов. На минувшей неделе «Рыси» и «Столивары» дважды встречались между собой. Перепетиями областного дерби насладились болельщики и в «Гомеле», и в «Жлобине». Первый матч состоялся в «Гомеле». Начали команды весьма резво. Уже на самом старте встречи, обменявшись заброшенными шайбами. Евгений Самохин первый оказался у отскочившей от Евгения Лобанова шайбы и открыл счет. Прошло чуть более минуты, и Эдис Брахманис восстановил равенство на табло. Гомельчанам удалась контратака. К концу периода гомельчане вели уже 3-1, и это благодаря результативной игре в большинстве. Сначала Брахманис забросил при игре 5 на 3. Чуть позже Павел Волчек отличился в тот момент, когда гостей на льду было на одного меньше. Второй период принес только одну заброшенную шайбу. Преимущество хозяев закрепил Андрей Колосов, воспользовавшись ошибкой обороны Столивара в 4-1. В третьем периоде команды забрасывали только в неравных составах. Павел Мусиенко наказал соперника за невнимательную игру в большинстве. Спустя несколько минут Дмитрий Заломай буквально затолкал шайбу в ворота Глеба Агеева. В этот момент гомель был в большинстве. За 20 секунд до финального свистка жлобенчанам удалось одну шайбу отыграть. Итог 6-2 в пользу хозяев. Мне, как тренеру, понравилась игра. Особенно в атаке. Были хорошие моменты. 6 голов порадовали зрителей. Столько же, а то и больше еще не забили. Есть, конечно, вопросы. Беспокоит игра в обороне. Первый гол, можно сказать, он не нужен, но, с другой стороны, он нас разбудил. Как бы заставил немножко переосмыслить свои действия, включиться в игру. Второй гол совершенно не нужен. Ну и плюс еще были ненужные, опасные моменты в нашу сторону. Здесь есть вопросы к защитникам. Сегодня не получилась игра в плане сдерживания соперника, прежде всего. Мы начали играть в открытый хоккей. Забыли совсем о вороне. Наверное, столько контратак. Я даже не могу вспомнить. Мы не пропускали, наверное, последних, если все последние игры, в сумме взять, игр пять. Мы, наверное, столько контратак не пропускали в свои ворота. Полностью проиграли сегодня этот элемент. И соперник, как мне странно, наказал нас с первой же минуты, первой же контратак, и мы получили гол. Надо срочно сделать коррективы, чтобы это не повторилось уже в домашней игре. И действительно, тренерский штаб Металлурга провел работу над ошибками. В Жлобине все было не так очевидно. Хозяева открыли счет в первом периоде, гости сравняли только в третьем. Овертайм победителя не выявил. А в серии булитов удача была на стороне Гомеля. В Гомеле юные боксеры подвели итоги уходящего года. Как и полагается, сделали они это на ринге. Более 130 спортсменов со всех уголков Гомельской области приняли участие в открытом первенстве по боксу Гомельской из Дюшор профсоюзов «Алим-2015». Турнир охватил все возрастные категории. Самым маленьким участникам было 10 лет. Они делают только первые шаги в боксе. Эти соревнования для них дебютные. Кстати, поединки самых маленьких боксеров по накалу и зрелищности не уступают боям с участием более опытных бойцов. Недостатки техники и силы компенсируют неуемное желание победить. Отметим, что первенство с Дюшор «Алим-2015» традиционно проходит в конце года. Цель этих соревнований – чтобы в конце года ребята показали то, что на что они… Особенно здесь в основном направление таких на молодых ребят. Новичков, старших, чтобы они показали, чему они научились за этот короткий период времени. А те, кто уже старший, чтобы они лишний старт в году. И на сегодня о спорте все. С вами был Максим Савин. До встречи в новом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова